Международный день чистого воздуха отмечают 7 сентября в мире. Соответствующую резолюцию Генассамблея ООН приняла три года назад. Существует специальный рейтинг городов, и наша столица в нем на 78 месте. Это данные портала IQ Air. О самых чистых и грязных мегаполисах мира в обзоре Асем Хасенхаза. Нур-Султан Тем не менее, столица – один из самых грязных городов Казахстана. Экологи объясняют это большой долей угля при отоплении домов, а также загруженностью автодорог старыми неэкологичными автомобилями. Что касается мира, то по данным портала IQ Air.com, самым грязным воздухом сегодня дышат жители Кувейта, Ханоя и Джакарты. В десятку токсичных городов также вошли пакистанские Лахоры и Карачи, российский Красноярск, китайский Ханшоу и Ченду. От болезней, вызванных загрязнением воздуха, ежегодно в мире умирают 7 миллионов человек. Как сообщают в ООН, в настоящее время более 90% людей во всем мире дышат воздухом, уровень загрязнения которого превышает допустимые нормы. По мнению специалистов, загрязнение воздуха оказывает более существенное влияние, чем курение, употребление алкоголя, а также войны и терроризм. Самая непростая ситуация с загрязнением воздуха сложилась в Индии. Там в районах с крайне негативными показателями проживают полмиллиарда человек. Это почти треть всех жителей страны. По данным BBC, в стране плохой воздух убивает более миллиона человека каждый год. Особенно тяжело сейчас жителям Нью-Дели. Осенью в столице спадает жара, однако облегчение не наступает. По словам местных жителей, на смену ей приходит гарь в воздухе, на губах и в легких. А холода приводит к тому, что пыль, выхлопы автомобилей и дым отжигания отходов задерживаются на улицах, что особенно вредно для байкеров, которые часами колесят по дорогам. Чтобы защитить их, индийский стартап представил первый в мире шлем с блоком очистки воздуха. Испытания на улицах Нью-Дели показали, что шлем может удерживать более 80% загрязняющих веществ от попадания в организм пользователя. Головной убор работает от аккумулятора, который хватает на 6 часов с возможностью подзарядки. Непростая ситуация с загрязнением воздуха сложилась в Пакистане. Сразу два ее мегаполиса, Лахор и Карачи, вошли в десятку самых токсичных. В стороне от болезней, вызванных загрязнением воздуха, умирают как минимум 128 тысяч человек ежегодно. Это данные местной неправительственной организации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова